и вот теперь такие ответы на ваши комментарии и упоминания нот первое что мне хочется сделать это знаете вот когда я рассказывал следующее что желательно питаться продуктами которые но где-то у вас произрастает или производится в регионе вашем но грубо говоря пустам где-то будет километров в 500 вот наверно радиус вот вы здесь сидите и вот радиус грубо говоря это радиус ареала вашего обитания потому что об этом очень мало говорят потому что мы потребляем вернее строим свое тело из пищи то что здесь приспособилась то что вот здесь вырастает там то что тут пасется на все это она приспособлена ко всем этим энергетическим явлениям к смену там климата освещению там и прочим 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 параметрам которые у нас здесь и когда мы с вами потребляем пищу выращены в нашем регионе мы становимся а наш естественно преобразуется на наш мы ее встраиваем свое тело мы становимся частичкой этого региона и как правило мы особо не болеем если теперь взять диких диких очень диких животных ну буквально слишком диких то их жизнеспособность поражает я допустим смотрю там на голубей вот я дома сижу в тепле они ночуют на ветке перед моим домом в ливень в жару в холод и прочее им ничего и они не болеют и они не болеют если же мы с вами начинаем употреблять пищу из каких-то других регионов то тем самым мы вот этот механизм приспособления к этой местности нарушая некоторые вот говорят а кто это там доказал а кто это исследовал а кто это еще что-то и так далее так далее вот знаете вот свежую пищу логистика якобы распространена могут привезти из любого региона земного шара там допустим свежие какие-то овощи фрукты выращены там в индии китае там грубо говоря в америке южной в африке вот и все и все это вы свежее идите все свежее нормально но знаете следуя логике потребления свежего это одно а следуя логике встраивание в пространство в котором вы живете это совершенно другое тут они как-то несовместимы и вот естественно до вот всей этой логистики население земного шара питалась тем что произрастала и производилась в регионе их выживание хорошо это плохо это но я лично считаю что питаться надо вот так как я вам сказал ну разнообразить конечно можно но если зарядить вот это вот все что допустим сейчас у нас будет зима а мы будем употреблять то что растет грубо говоря свежее в жарких странах то тем самым там продукты а это уже объяснял они борются летом от высыхания тем что они себя охлаждают оводняют и когда эти продукты поступают сюда и мы начинаем их потреблять они будут вносить в наш организм значит свои качества это значит сырость холод ну грубо говоря вот эту воду и в результате зимой человек войдет так сказать не в то состояние в котором должен быть и начинаются какие-то проблемы ну это вот вот так вот я я считаю говорю и объясняю как не логистика я объясняю а вот логистика тебе доставят ну и что что доставят и далее 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 так еще знаете яркий пример опять таки вот смотрите берем опять ту же яйцеклетку которая значит начинает спускаться по маточной трубе в матку чем она питается вот если следовать логике логистики то надо что-то туда подводить лучше и так далее да она питается тем что есть и строить свое тело из того из чего построен материнский организм и становится его частица это очень интересно а не частица того чтобы мы что-то там и по логистике там добавили там сделали якобы улучшили то есть вот эти все улучшения которые сейчас так сказать рекомендуют со всеми своего рода вот этими вещами на самом деле лично опять таки это мое мнение ваше там как вы считаете просто себе объяснить никакого улучшения не дают и смотрите вот следующее как бы сказать вот когда человек принимает какие-то препараты он к ним значит привыкает особенно допустим гормональные препараты для того чтобы вес у него был там мышцы росли и прочее прочее то есть за счет того что он принимает эти препараты у него собственная гормональная система начинает работать на более сниженных оборотах а зачем ей вырабатывать больше гормонов ну до нормы хотя бы если они поступают извне и она просаживается потому что извне идет нечто подобное получается и с иммунной системы она должна работать по своим собственным механизмам которые у нее заложены от природы а когда пытаются знаете даже ее подстегнуть и чтобы она постоянно работала то есть чем является вот эта модная процедура модная процедура является ничем иным как она постоянно должна воздействовать на иммунную систему показывая ей что здесь имеется инфекция и твои защитные силы должны быть постоянно повышены это приводит к преждевременному износу иммунной системы нельзя это вот опять таки знаете как страна взять страна находится в мирном режиме она там обеспечивает себя и тут война началась естественно страна все ресурсы направляет на войну для того чтобы там сражаться то есть мирный уровень падает до нуля и если эта война затягивается вот вы слышите война на истощение то она просто-напросто истощает и разрушает государство прекрасное вот это сравнение с этим вот эта штука должна постоянно настраивать организм на готовность к какую-то там инфекцию чтоб он был повышенный уровень а повышенный уровень это я уже объяснял это повышенное количество выработки вот этих всех иммунных тел которых должно определённое количество быть в крови тогда кровь становится текучей если их больше они имеют былковую природу то естественно возникает что возникает вязкость повышается из-за того что их становится слишком много и начинаются разные там проблемы и так далее и так далее так это я зацепился с этим да далее на голод этого мне шутки шутит Алина Лавренченко пять минут назад написала а когда выходить надо было из голодания это говорит о том что человек ничего не смыслит когда надо выходить когда надо заходить и так далее поэтому поэтому я уже объяснял вот школа голодания вот книги которые я написал в школе голодания значит видосы это практически примеры что что и как и я вам подчеркиваю чтобы таких вот наивных вопросов не было вы должны изучить свой организм как он реагирует на вход как он реагирует на проведение там голодания и организм и ваша психика как вы реагируете на выход из голодания и для этого для этого делается одно голодание в неделю для того чтобы вы изучили свой организм несколько голоданий сделали вы уже понимаете что что и как вот и дальше больше немножечко больше там три дня и так далее вот и тогда вот таких не будет вопросов вы можете дальше наращивать недельку там две недельки несколько раз сделав вы изучите свой организм не изучив свой организм а мы все индивидуальные вот такие вот какие-то вопросы будут задаваться знаете просто наивные и непонятливые либо еще такой вопрос как раз мне задавал Андрей говорит а как можно ускорить голодание вот как его надо подтолкнуть как еще что-то я как-то сначала не понял этот вопрос чуть-чуть там его ускорить он разворачивается сам собой так как надо это значит опять таки а как ускорить вот эту беременность чтоб не за 9 месяцев а чтоб там грубо говоря там за 5 месяцев родить родить нормального здорового ребенка а как это надо там сделать что это надо сделать вот примерно и тут получается вот такая вот штучка изучайте свой организм а потом уже используйте это в какие-то длительные сроки если этого нету то кроме вреда вы себе полезного ничего не так сказать не получите так костик он же Сергей Матвиенко вы нас обманываете вы нас обманываете не может вам быть 70 лет моя мать 70 лет уже умерла есть есть люди которые умирают гораздо раньше по разного рода причинам так это не значит что это а есть люди он доживает ого-го а с вами если начать бороться так вы и поломать можете ну бороться я не собираюсь а вот допустим если собираетесь со мной так грубо говоря потягаться вот на аппарате моем да пожалуйста попробуйте потягаемся нет вам 70 лет я же вижу вокруг как выглядят 70-летние а тут как раз Серджио ты видишь тех людей которые особо не не занимаются своим собственным здоровьем вообще не занимаются собой ты видишь вот ты видишь Серджио смотри на меня внимательно ты видишь вообще уникальное явление кстати каждый из нас уникальное явление но можно эту уникальность развивать а можно на эту уникальность не обращать никакого внимания жить самотеком что ты видишь и в результате естественно различные результаты вот один результат сидит дядька я бы конечно мог похвастаться какой у меня сегодня был ну зачем это зачем это но тем не менее тем не менее чтобы знали что вот то чем я занимаюсь оно очень сильно поднимает энергетику а за подъемом энергетики у вас идет лучшее развитие и функционирование гормональной системы более того что я занимаюсь такой гимнастикой которой очень ну очень 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 мало занимается которая идет на направлено на обновление костного мозга и когда у меня костный мозг вот обновился уже через четвертый год пошел ну совсем другое дело просто совсем другое дело ну я вам предложил видите мое предложение так сказать так что в воду так булькнул так что Сержи ты видишь вот таких вот людей а есть тем не менее люди которые вот как то живут но у них совершенно знаете иной склад ума сознание они себя несколько по-иному ведут и они могут выглядеть еще моложе то есть я не претендуем на то что тут я выгляжу короче если человек с грамотно собой занимается он может очень выглядеть но вдобавок скажу вот я занимаюсь еще тем что ведет к значит обновлению костного мозга обновлению там ткани запускает гормональную систему и вот несмотря на то что я допустим лысый и так далее а еще кстати и женщины могут у них из-за из-за того что просто-напросто нехватка энергии у них угасают все функции как только энергии добавляется они вновь начинают расцветать и старушек могут превратиться в женщину так ну ладно поедем дальше ну все пишет голод не может меня это мешает работе да я как-то не сказал вот когда про голод значит создаются условия на голоде которые начинают выворачивать из вашего организма ту или иную вот эту патологию вот эти болезни вот это что там накопилось что там было что там вы ощущали не ощущали и так далее то есть это нормальное явление нарастает энергия создаются условия и начинается мощный очистительный оздоровительный кризис естественно это выражается в ухудшении самочувствия в том что человека прослабляет теряется энергия так далее так далее так далее это есть поэтому это надо понимать к этому надо быть заранее готовым не бояться и приветствовать его с тем что ага вот смотрите вот я вывел еще свою так сказать патологию какую-то о которой я даже и не думал а она вот вышла и после когда человек восстанавливается но совершенно по-другому себя чувствует так ну вот дальше почитаем Костика тире Серджио что он пишет так это голод это вам не шутки значит на голоде в своих снах я дрался с собаками нападающим на меня это как раз вот эти вот тонкоматериальные паразиты это как раз та грубо говоря инфекция та живность которая вас живет она вот то есть на голоде вам вот именно во снах когда отключается у нас аппарат который вас ориентирует в окружающем материальном пространстве включается аппарат который ориентирует вас в тонком материальном пространстве и вы видите вот этих всех собак вы видите этих эфиопов и так далее так далее прочих прочих с которыми вы начинаете вести борьбу так выворачивал им челюсть это как раз создается энергетика которая позволяет вот такая раз им дать а вот от черной змеи попытался сбежать но упал змея подползла вплотную ко мне раскрыла капюшом и стояла покачиваясь она просто она просто ждала Серджио когда ты это самое а ты как раз сказал ты упал и вот твой весь выход напоминает то что ты вот как раз упал и лежишь но то что я мог сказать я сказал как из этих состояний там выходить и прочее 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 ну если если человек этого не делает а тут надо опять таки смельчайшего начинать делать надо менять свои мысли надо менять свои убеждения все это быстро не делается это на это уходит довольно таки много времени поэтому вот такие вот вещи и вот она стоит и грубо говоря ждет когда ты значит позволишь ей опять войти и занят так сказать свое место так та-та-та-та-та дальше я не читаю Серджио код бегемот благодарю за видео опять Серджио пишет он заметил за собой положительные изменения я перестал оправдывать себя вот хорошая вещь раньше любая критика с вашей стороны мой адрес воспринимают штыки и как личную обиду а что там личную обиду знаете вот тут надо если это критика вот настоящая критика это повод к изменению то есть к вашему личностному росту что надо сделать в связи с вот этой критикой чтобы значит измениться если она правильно если она вот зацепила вас и подчеркивает те несовершенства которые у вас есть вы как раз вот говорите Серджио благодарю ты смотри вот покритиковал меня и я стал меняться я стал над собой работать а когда это не критика а просто когда вас собираются там как то оскорбить вы можете на это все не реагировать опять таки это не просто не реагировать живые люди для того чтобы не реагировать это надо опять таки благодаря собственному личному личностному росту дайте до такого уровня чтобы понимать что все мы разные и каждый из нас находится на определенной ступени своего там духовного там физического и прочего развития личностного роста на определенной ступени и вот и когда вот так вот говорят ну как ребенок он взял там грубо говоря там еще не может говорить а вас вот так вот отпихивает там что-то ему это не нравится и грубо говоря там вам влаз там ударило своей ладошкой ладошкой разве на него там можно вот обидеться вот и меня тут это самый глаз мне дал нет надо понимать ребенок он еще тут не соображает он думает вот так вот действовать и так далее я думаю вы поняли поэтому поэтому критику воспринимать надо вот так то так дальше я не читаю извини Серджио так Алена Алистранская Елена я бы вошла в голод но вес 54 килограмма и рост метр 61 сантиметр мой опыт 7 дней больше выше крыши вес упадет на 8 килограмм точно страшно на люди будут показаться есть место силы а вы для меня человек силы никто вас не заставляет и как то знаете опять таки мы с вами беседуем важно понимать что никто в отличии допустим от медицины не навязывает вам какие то услуги за которые вы платили деньги вот надо голодать надо голодать есть масса других вещей которые можно делать вам будет приятно а вообще то я и говорил что ваше оздоровление должно быть приятно не надо использовать такие методы которые вам неприятны после которых вы там плохо себя чувствуете и прочее 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 выберите сокотерапию выберите питание вы будете питаться вы будете двигаться вы будете соблюдать с помощью таки моих книг как надо значит настраивать свой собственный ум и будет все прекрасно если если хотите почиститься можно использовать ну после клизм вы так не не сбросите вес попить противопаразитарные травы там недельку вы тоже не сбросите вес и более того знаете когда будет все приведено в порядок вы будете выглядеть вот так как как вы и должны выглядеть вот опять таки я вам ссылаюсь на свой собственный опыт я ничего не делаю для того чтобы набрать вес или сбросить вес вот как он у меня есть так он у меня есть вот что где там набралось и так далее сто восемь килогерц сто восемь килогерц я когда занимался я не мог набрать такие килограммы а тут они сами наросли носятся они нормально я их не ощущаю поэтому 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 система естественного оздоровления она огромна и вы на основании этой системы можете выбрать любые как бы сказать средства которые можете применять для себя и добиваться хорошего успеха в основах здоровья я там перечислил что что и как ну по крайней мере ведь я сейчас спокойно говорю спокойно говорю но тем не менее мое спокойствие такое знаете такое за этим спокойствием стоит огромная энергетическая мощь уверенность какая-то правота в себе и при этом не навязчивость не агрессивность это очень ценная вещь запоминайте так дальше так голодать надо в пост пить сену две клизмы а третья чистая вода пока есть силы пока идет очищение если сил нет перенимиться на следующий пост и выйти на соках это общая общая такая знаете какая-то какая-то рекомендация я вам уже говорил что для того чтобы научиться голодать как надо поступать с одного дня и на голоде пить сену опять-таки это это будет не столько голодание как своего рода просто ну грубо говоря в течение 7 дней если это вы будете делать это просто такой какой-то очистительный этап у вас будет вы будете подстегивать организм вот это сеной но опять-таки знаете вот читаешь эти вещи и как-то хочется сообщить вот не покритиковать не сказать что вы там такие-сякие а вот раскрыть механизм вот на голоде на голоде идет определенная работа то есть ну грубо говоря то что имелось в кишечнике вот хорошо в первой в кишечнике значит то что имелось оно как правило с тонкого кишечника спускается в толстый кишечник потом там лежит то есть на голоде может стула там не быть там несколько дней и вот для того чтобы это там не лежало в толстом кишечнике не всасывалось значит назад хорошо сделать клизму клизму очистительную чтобы все это только опа и вывели из себя да а вот далее вот смотрите мы это все вывели но грубо говоря используем вот согласно этому это рекомендации сено то есть сработало сено сработало далее что у нас происходит а у нас происходит следующее организм буквально то есть с каждой клеточки выбрасывает разного рода там шлаки которые постепенно там через лимфу всасываются в кров заходят значит в печень печени обезвреживаются поступают там в желчный пузырь с желчного пузыря они там значит сбрасываются в тонкий кишечник и это все потихонечку двигается так вот это процесс и как правило если человек вот не делает ничего никаких там ну сначала сделал грубо говоря очистительные процедуры а потом стула там нет три дня четыре дня потом раз появляется это говорит о чем это говорит о том что вот вот произошел как раз вот этот вот процесс то есть собралась вот это вот вся эта бяка кака потихонечку из организма всего и в значит в тонкий кишечник и дальше в толстый кишечник сбросилось примерно за три-четыре дня а то и больше если же вы делаете вот допустим принимаете сену а еще у вас ничего практически не выделилось то есть не собралась вот это никакая грязь это просто знаете так будет как подстегивание организма по нему значит сеной на следующий день то есть не надо стегать собственный организм заставляя его якобы там работать ждите ждите самое безопасное это как раз вот клизма то что собралось в толстом кишечнике то грубо говоря и выводится при этом естественно на этом получается что на каждое слово надо давать еще разъяснение если у вас грубо говоря сделали клизму и вышла там хорошая там куча дерьма сделайте еще одну клизму если еще такая же куча дерьма значит следом за это сделайте еще клизму ага сделали вышло меньше сделайте еще четвертую клизму все ничего не вышло там что-то вышло там такое маленькое все то есть вы кишечник толстый очистили все хорошо значит проходит грубо говоря двое суток вы делаете клизмочку вы делаете клизмочку и ничего нету вода чистая выходит не надо значит еще два дня прошло делаете клизму то есть что их делать это тоже нагрузка на организм ага что-то вышло что-то опять много вышло вы следом за это делаете еще все вышло больше ничего нету то есть вы как бы на голоде проверяетесь что там у вас накопилось примерно раз в два три дня если выходит выходит тогда каждый день делайте вот как я когда голодал 40 суток у меня вот это вот мазутая там все выходила каждый день то есть организм настолько начал мощно работать что все это отторгало отторгало и надо все это было выводить если же мы это не выводим оно там стоит разлагается и начинает нас естественно отравлять своими вот этими всякими ядами и прочим 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 зачем это утяжеляет процесс голодания я думаю объяснил я вам вот это вот сену то клизмы и что и как делать опять таки везде должен присутствовать должно присутствовать разумное начало далее Наталья Николаев Николаенко у меня вопрос почему начинает голодать и через какое-то время начинает бить током при прикосновении к вещам и людям а вы знаете я не знаю ну пускай бьет пускай бьет да кстати а когда вы начинаете голодать вот это наблюдается и летом у вас и зимой не знаю бьет и бьет но пускай пробьет так пробьет вот интересно пишет ну на этом я и закончу сейчас будет у меня обед обед Мфишта на беседу 17 мая так просто Серджио не выгнал грибки из тела а кстати они продолжают у него же выходить все это такое поэтому голод зверски то есть когда грибница отрастает она естественно требует питание и это человек воспринимает будто он хочет это все это тоже знаете такие интересные вещи кстати это странно у меня после первой месячной антипаразитарки желание сладкого уменьшилось примерно до 90 процентов а сейчас я вообще не хочу сладкого спокойно на все смотрю и нюхаю так что надо выгонять грибки это они жрать просят недоработано просто о чем я и говорю если вы что-то собрали сделать вы как-то доведите до какого-то логического конца но надо признаться я все сладкое исключила из рациона о чем я неоднократно уже писала ну если надо сладкое съешь ну не надо сладкое можно и без него обходиться какая логика вот вы пьете антипаразитарку допустим сладкое вы исключили закончили принимать антипаразитарку и вернули например ложечку меда но ежедневно конечно всех паразитов не вывести за два с половиной года у меня грибок до сих пор у меня грибок до сих пор выходит этот мед им как манна небесная они рады довольны сладостям и размножаются там с утроенной силой а такое может быть потому что сначала их прижали а потом отжали давление и дали мед включайте мозг не мозг включайте а включайте свое сознание включайте свою разумную часть ну что на этом наверное и я закончу я пересмотрел видос 4 раза какая мощнейшая информация слушайте понимаете ну а если бы вы хотя бы почитали мои книги о чем я там говорю вопросов было бы поменьше что касается голодания и прочее думаешь поменьше